Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, в своем недавнем заявлении премьер-министр Республики Армения Никол Вававич Пашинян признал Карабах территории Азербайджанской Республики. Также он заявил, что на протяжении 30 лет независимости Армения сама себя обманывала, говоря, что Карабах это территория Армении. Самое парадоксальное заключается в том, что за 30 лет оккупации ни одна страна мира не признала независимость Нагорного Карабаха, включая саму Армению. Но в мае 2020 года на инаугурации так называемого президента так называемой Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна также участвовал Никол Вававич Пашинян. В качестве кого он участвовал на инаугурации Араика Арутюняна неизвестно. Поскольку если Армения не признает независимость Нагорно-Карабахской Республики, то и на инаугурации так называемого президента так называемой Республики он участвовать не должен, поскольку он не признает данную Республику. Но в качестве кого он там участвовал до сих пор остается загадкой. Но сам факт того, что Никол Вававич признал Карабах азербайджанским, также согласился на Зангиазурский коридор, говорит о том, что здравый смысл берет вверх. И действительно, согласившись на Зангиазурский коридор, Армения выйдет из блокады, в которой она находится с 1991 года. То есть с момента обретения независимости. Выход из блокады, безусловно, отразится на экономике и на уровне жизни населения Армении. Что, безусловно, немаловажный фактор для него, как для руководителя армянского государства. Мне, как гражданину Азербайджана, очень приятно слышать и видеть, что здравый смысл в Армении наконец-таки взял вверх. Никол Вававич Пашинян действительно войдет в историю, как самый здравомыслящий руководитель армянского государства. Также я хочу надеяться и верить в то, что бывшие руководители Армении, Роберт Качарян и Серж Саркисян, будут арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Поскольку они являются врагами как азербайджанского, так и армянского народа. Такие люди не должны находиться на свободе. Божизненное лишение свободы – это единственное, чего они заслуживают. Хотя, как по мне, то в отношении них нужно использовать исключительную меру наказания – смертную казнь. Поскольку в смерти каждого убитого азербайджанца и армянина за обе Карабахской войны виноваты имена они – Роберт Качарян и Серж Саркисян, как инициаторы данного конфликта. Но надеюсь, что и этот день нам удосужится увидеть. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.